Добрый день! Сегодня анбоксинг и это магнитная трешка от компании YJ ULONG V2M. Я приготовил ULONG первую версию и вон там двушечка, где-то сзади четверка из той же серии. Коробочка. Коробочка вот такая вот красивая. Компания YJ для магнита и линейки разработала новый дизайн. И он вот такой. На ULONG V2M коробочка такая же. А если вот как у меня видимо ULONG V2M просто, коробочка старенькая еще. Но насколько я понял, хотя не уверен, что разница между ULONG V2M и ULONG V2M только в коробочке в расцветке. Сторон элементы вроде бы такой же. Если я не прав, поправьте. Но по вращению двушка, вот конкретно вот эта и в нормальной расцветке одинаковые. Я крутил и то, и то. Одинаково крутится. Ну, перейдем к трешке. У нас сегодня видео про трешку. Этой трешкой я остался очень доволен. В коробочке у нас, кроме кубика, поджидает инструкция. Мелкая, бесполезная, как обычно. Коробочку поставим на фон. Пусть стоит кубик. Старый кубик. Видим логотип такой же. Ну, компания YJ. И на двушке такой же. Все такое же. Буду я сравнивать, чуть-чуть сравнивать со старой версией. Видимо, что расцветка на старой версии была такая пастельная. Кроме того варианта, что у меня. Здесь уже стандартные цвета. Привычные всеми любимыми. Честно, я очень невысокого мнения о кубике Yulong I. Он у меня есть. Он каким-то путем ко мне попал. Не помню. Возможно, даже либо совсем задешево, либо бесплатно. На нем тут какой-то брак был. Где-то. А, вот. Отверстие небольшое. Возможно, из-за него мне даже что-то простили. А, не брали за него деньги. Не помню. Ну, как-то я к нему относился как не очень хорошему кубику. Им играли дети. Ну, вращается он неплохо, но посредственно. Все для же это мне очень давно, несколько лет. И никакой особой любви к нему я не питаю. Yulong V2M. Если посмотреть вот так вот на грани кубика, то сразу вот здесь вот видны какие-то зазорчики между элементами. это от рельсов вот этих. Такие вот мощные рельсы. Давайте, наверное, сразу строение посмотрим. Потом уже я начну его расхваливать. Чтобы не казалось, что Yulong V2M это просто старый Yulong, в который вставили магниты. Вот справа, ну, предыдущая версия Yulong. Сразу видим, что разница кардинальная. Тут все в рельсах. Более тонкая ножка. Другие блокираторы. То есть, совершенно другой куб. Ну, просто название озвученное, знакомое. Его и оставили. Опять же, маркетинговый ход. Углы вот такие вот. То есть, на Yulong V2M видим ножку из неокрашенного пластика. Ну, а старая версия. Типичная бюджетка. Вот такое вот красивое строение. Ну, и укрепленная крестовина, которая применяется на всех кубах у AJM. Закончили со скучным строением, которое было и так понятно, что оно другое. Ну, мало ли кому-то было интересно. Я, как уже говорил, очень доволен серией вот этой Yupo, Yulong, Yusu, которая 2M магнитная. Очень доволен. Но трешкой я доволен больше всего. Я редко тренирую 3х3. И в основном это происходит, когда приходит новая трешка, и я кручу на ней 1000. Как бы, чтобы заставить какое-то свое мнение, кручу 1000 и радуюсь. На первой сотне сборок забыл неплохого мнения о кубике. А чем дальше, тем лучше. На этом кубике я обновил свою сотку. То есть я на нем отсобирал лучше, чем на моем основном VRM. Топовый куб, который стоит там дорого. А это, помимо того, что это очень дешевый магнитный куб, он крутит как топовый. Он отлично вращается. Кроме того, что он вращается именно так, как мне нравится. Я сейчас вот мучаю 1000. Вот на этом кубике. Гуагуан EDM. Действительно мучаю. Совсем не то. Но этот кубик стоит в раз дороже, чем Yelong. Гуагуан. Видео когда не будет, когда не знаю. Но Yelong это реально кубик, который я советую всем, не только новичкам, но и кто просто хочет магнитную версию куба. Да, есть Шингшоу Мистер Эм. Дешевый. Да, есть там Юксин, Кайлин В2. Они все рядом не валяли с этим кубом. Этот куб значительно лучший. И он мало чем уступает топовым моделям. Я вот пытался в нем найти какие-то недостатки. Но честно, их даже искать не хочется. Кубик настолько хорош, четкий, гладкий. Если у него можно вот, как недостатки, все-таки у нас объективное видео, такие вот громкие щелчки при срезании углов. Да, это можно вот заменить. Так он не особ громкий. Чтобы больше вращать. А при срезании углов, такие вот щелчки. Минус лет. Возможно. Какие-то кубы бывают тише. Тот же EDM. Он как-то все это бархатнее делает. Хотя-то щелкает. Ладно. К EDM мы еще вернемся. И этот кубик. Размер у него 56 мм. Он не очень легкий. Не особо тяжелый. Он такой, как надо. Как-то получается так, что какие-то дорогие кубы я критикую. Какие-то вот бюджетки хвалю. Но этот кубик достойен того, чтобы его похвалить. Это реально кубик, который можно посоветовать новичкам. Как первый магнитный куб. Как, в принципе, альтернатива тому кубику, который у вас есть. Есть дети, которые считают вон Ганн. Отличный, хороший. Ганн 354. Ганн 356Х. По мне, вот этот кубик вращается лучше, чем Ганн 354. Лучше потому, что мне на нем удобнее. Я вращал многократно Ганны. Я себе не стал покупать ни 354, ни X. Не стал. Вместо XI я купил себе Татминкс, а 354 я просто не стал покупать, потому что он маленький. А вот за это как бы и денег не жалко, и крутится отлично. Я реально всем советую. Я открутил на нем тысячу буквально за несколько дней. и с истинным удовольствием. Я давно не получал удовольствия от кручения трешки именно массовым. Но чтобы обновить сотку, у меня это бывает достаточно редко. Не тренирую я 3х3 ежедневно. Но на этом кубике получилось. Не хочу затягивать это видео надолго. Тут как бы рассказывать-то нечего. Это отличный куб, который стоит попробовать всем. Если у вас конечно там VRM, не, наверное не лучше ULONG, чем VRM. VRM останется моим основным кубиком. Но если у вас нет VRM или ну просто какого-то топового куба, то это отличный выбор. Мне всегда вот казалось, что вот этот логотип как ну знак дешевого дешевого такого ширпотреба. Действительно этот кубик для широкого потребления он недорог. Он отлично вращается. Перехвалил наверное. но он достоин. Практически нет недостатков. Возможно что там где-то вот на обратной резке углов он режет чуть меньше чем тот же VRM. В сборках это не особо заметно. Да VRM там где-то в каких-то случаях помягче. Это достаточно такой жесткий кубик. Магниты прям вот какие нужны. Ни сильнее ни слабее они не нужны. В самый раз просто. Просто отлично. Ну ладно. Хватит. Хватит его хвалить. Отличный кубик. Если у вас нет магнитной трешки вы думаете о том какую взять Yolong V2M. компания YG мне за это не платила как всегда мое собственное мнение. И оно как всегда субъективное. Возможно у меня просто очень удачная настройка была из коробки. Никак не настраивал. Просто добавил смазки. То есть сухой он да крутится так себе. Добавляешь смазки он идеальный. Смазывал только мару. Больше ничем другим. Отличный кубик. Все на этом. всем спасибо всем пока . Субтитры подогнал «Симон»